Наша община понесла огромную потерю. Мы потеряли своего любимого раввина Арамордахай, раввина синагоги, раввина общины О.Л. Йосеф Энбурха Тухсур. Сегодня синагоги пустые. Из-за вируса, но наша синагога пустая дважды, так как в ней нет нашего любимого раввина. Раввина, который украсил нашу синагогу, общину, воспевал в ней Всевышнего, восхвалял в ней Всевышнего. Раввина, который был прямой, честный, простой. Арамордахай был Тамим. Тамим, это человек, который верил в то, что он учил, верил в то, что он читал. Он нам давал уроки, читая и переводя из книг, и говоря, как здесь написано, так мы должны жить. Он последние годы своей жизни посвятил нашей синагоге, нашей общине. Был в ней почти 20 часов в день. Его день начинался, наверное, в 3.30 утра. Стикун Хацот. Затем Миква. Миква, которой он очень гордился. Которую он построил, осветил, обновил, устроил для мужчин и для женщин, которые пользовались как молодые, так и пожилые. Мужчины, которые пользовались женщиной для соблюдения законов семейной чистоты. После этого, после Миквы, синагога. Он был первый в синагоге в 4.00-4.30 утра. Собирались его ученики. Или это была молитва в Нец с восходом солнца. Или урок до молитвы, когда зимой Нец. Позднее, затем Шахарит. Урок после Шахарита час-полтора. После этого у него урок у Равцатки. После урока с Равцаткой в синагоге Тов он возвращается в синагогу после небольшого отдыха в 2.33. И так до Минха. Затем Минха. Урок час-полтора между Минха и Арвид. Урок после Арвид. Затем Юшво. Свадьбы. И так далее. И очень поздно он возвращался домой. Всю жизнь, все свои силы он посвятил служению Всевышнему, служению народу. Таким, каким он был Хазаном сегодня в Америке и в Израиле нет таких. Люди приходили в синагогу, в Шаббат старики, которые еле ходили, для того, чтобы получить заряд от того, как он молился Шахарит. Мусаф. Праздники. Он плакал сам, нарушили наем Кипур и плакали мы с ним вместе. Рамор Дахай учил то, что он делал сам. Рамор Дахай, у него был очень известный пример, который он говорил, это жизнь, как большой супермаркет. Коско, заходи, возьми коляску, иди, делай все, что ты хочешь, собирай, набирай. Но в этом супермаркете перед выходом стоит касса, которые говорят, заплати, пожалуйста, за все, что ты здесь набрал. И так этот мир. Выходя отсюда, человек дает отчет. Дин в Хэшбон. Дин за то, что он сделал. Хэшбон, за то, что он мог сделать. За то потерянное и напрасное время, которое он мог исполнить в Митцвот, но он попросту его провел. Конечно же, Рамор Дахай сейчас на небесах получает награду за свои добрые дела. За Диврей Тора, о котором он говорил из синагоги в синагогу. За душу, которую он отдавал. Он был строгим, но чутким лидером. У него был подход к каждому, и к старику, и к молодому. На Саудаш Лишит у нас собирались молодые ребята, заполняли синагогу, которые даже не понимали до конца бухарский или русский язык. Но когда он говорил от сердца, как он говорил от сердца, входило в сердце слушающих. Даже если они не до конца и не все понимали. Он поменял менталитет наших прихожан. Саудаш Лишит у нас было местом для поминок близких родственников наших прихожан. Он объяснил и убедил их, что лучшее еще это не в ресторане, это не дома, это в синагоге, где был Диврей Тора в среднем полтора-два часа, где он читал Зоар, где он объяснял и выкладывался по полной ради своего народа, ради своей общины. Я с Рамурдахаем более 20 лет, и когда я потерял своего отца в молодом возрасте, он мне стал отцом. Мы советовались, мы решали, мы думали, что как делать. У него был везде порядок, на празднике у него было расписание, был порядок, что зачем идет. И все праздники, все пять молитв на Йом-Кипур, он как лучший солдат проводил сам. И Арвид, и Шахарид, и Мусаф, и Минха, и Нейна. И Шофар он трубил сам. Это несмотря на то, что у него были много-много болячек, много-много болезней. С одной из них люди сидят дома. Он же, как мы все помним его, был быстрым, энергичным. Он был Моэль. Научился это в преклонном возрасте, но делал это от души. Так как однажды он прочитал в книге, что значение Моэля больше, чем отца и больше, чем Сандака. Он приходит один ко мне и говорит, что я должен это научиться. И он взялся за это и научился, и делал это от души, не прося за это денег. Конечно, мы можем много-много говорить о Рамурдахе. Мне очень жалко, что Всевышний забрал его. Забрал его от нас. Забрал его от нас, и сейчас он на небесах молится за нас. Я выражаю свои соболезнования его супруге, Рабицын Ривка, его сыну Аравсасону. Аравсасон, его сын, который учился здесь и закончил, и мог работать в фармацевтинге. Но, пойдя по ступам своего отца, он отправился в Израиль. И там он равен, там он кальмитхахам. Его домот, который выпускает книги по Аллахот. Все это его заслуга. Это его семья. Это то, что он вложил в нее. И то, что он вложил в нас, это мы никогда не забудем. Как мы были с ним на 67-й, затем на 71-й синагоге, затем последние 10 лет в синагоге Оэль-Юсеф-Эн-Бурха-Токсу. Рабицын, дай Бог вам здоровья, много лет жизни. Рабсасон, бам-таг же, худо, куатия, вашим дачирям, вашей сестры, вашим братям. Афта, бен-неки-гуз, шестуде, си-соль, бен-неки-гузара. Худо, рахмат, куна, хаофимуа, лимитим тихия, влэхоим гаула. Баруко, баруко, донай, леоолам, амин, амин.